МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в суде Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Временное убежище. Карагандинская медицинская академия разместила в общежитии пострадавших от пожара в доме номер 25 на улице Вагонная. Но горожане не знают, что будет дальше. Генеральная уборка своими руками. Коллектив одной из карагандинских компаний решила очистить часть побережья Федоровского водохранилища. Карагандинцы признаются, это был порыв души. Уроженец Караганды в цирке Дюссалей. Александр Юдинцев рассказал о том, каково это – работать во всемирно известном коллективе. Сегодня он готовит сольный номер. Во вчерашнем выпуске мы рассказывали о сильном пожаре, который оставил без крова 10 семей. 37 человек, из них 16 детей, не знали, куда податься. Власти обещали заселить в общежитие. Но руку помощи подала только администрация медицинского университета. О том, какое будущее ожидает погорельцев, узнавали наши корреспонденты. Никто к нам не приходил, ни Сафи Марты, кроме телевизорщиков, никто к нам не заходил, никто к нам свои наши, как говорится, не дышит. Вот как вы устроились, как вы живете, чем дышите ли людей, никто ничего не видит. Никому никому не нужно. Нас взяли, устроили и до свидания. Живите здесь, деньги. Люди, пострадавшие от пожара, обижены на государство. Погорельцы отмечают, что узнать об их сегодняшнем быте, кроме журналистов, никто не приходил. Район Акимат договорился насчет общежития, а что делать дальше, пострадавшие не знают. Сейчас они проживают в общежитии медицинского университета. Сказали, будет встреча с Акиматом. Вчера они пришли, после никого не было. Сегодня мы пошли сами. И в Акимат, и в Нур-Отан. Пару дней назад не приняли и сказали, решайте свои проблемы сами. После конфликта, который мы создали, они начали принимать наши заявления. По словам пострадавших, им сначала выделили только две комнаты в общежитии на юге, уверяя, что в одной комнате будут жить по шесть человек. Там остались две семьи. Остальных перевезли в общежитие медицинской академии, которая выделила целый этаж. И самый главный день бейства сотрудники медакадемии оказали всем первую медицинскую помощь. В воскресенье поступил сигнал с Акимата района Микозык-Бигби, что произошло возгорание в жилом доме. И нам направили семь семей расквартировать. 27 человек нам направили, мы расквартировали. Здесь обеспечены они душем, туалетом, всем необходимым винтарем, мягким, жестким, электрическими плитами. Так что все условия предоставлены. Люди размещены. Есть несовершеннолетние, есть взрослые люди, пожилые. Всем оказана помощь, внимание и все вопросы, которые у них возникают, администрация вуза решается по мере преступления. Специалисты отмечают, что пострадавшие будут продолжать здесь жить, пока не решится проблема с жильем. Напомним, 1 июля около 12 часов ночи в Караганде горел 14-квартирный дом барачного типа по улице Вагонная, 25. В результате чего 37 человек, из них 16 детей, остались без кровли. Фариза Албаева, Жаслав Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Чистота территории Федорского водохранилища под контролем местных властей. Компания «Технодом» при поддержке аппарата Акима Казбекбийского района приняла участие в экологической акции «Чистый город». Почти 120 бойцов в течение двух дней будут расчищать побережье карагандинских водоемов. За работой добровольцев наблюдала Фариза Албаева. Первым под надзор экодвижения попало бесхозное, но оживленное местное водохранилище. Очистить его берег от мусора оказалось не такой простой задачей. Но участники этой большой уборки, в числе которых сотрудники частной фирмы и чиновники, с энтузиазмом взялись за работу. Участники экодвижения понимают, что таким образом они вносят вклад в защиту окружающей среды. «На территории Федоровского водохранилища мы, проведя мониторинг, увидели ту часть, бесхозную часть. Чтобы привести всю эту территорию в порядок, мы проводим такую акцию. Акция будет не единичной, она будет продолжаться и завтра. То есть постараемся охватить большой масштаб». Причиной проведения такой акции является сильная загрязненность бесхозной территории. Очистные работы проводятся крайне редко. Учитывая этот факт, Акимат Казбекпийского района дал старт акции «Чистый город». И теперь уборка этого водохранилища станет постоянной. Этим летом в планах активистов очистить от мусора побережье еще нескольких водоемов. Следить за тем, чтобы порядок сохранился на весь летний период, будут служащие, закрепленные за убранными территориями. В данной программе мы хотим побудить людей для сохранения более четкой природы, для сохранения первозданности и сделать такой шаг первыми, для того, чтобы другие тоже могли задуматься и решить сделать более чище наш город. Данная акция в этом году первый раз. Вообще до этого проводилась в Алмате неоднократно. Мы чистили горы, более такого. А так, эта программа одна из самых масштабных. Она будет по всему Казахстану, во всех городах, где есть наша компания, она будет проводить такое мероприятие. Стоит отметить, что Федоровское водохранилище является уникальным водоемом. Во время войны это был угольный карьер. С годами разрез был затоплен грунтовыми водами. Сегодняшнее состояние водохранилища оставляет желать лучшего. И всему виной отдыхающие горожане, которые пассивно наблюдали за уборкой побережья. За два часа участники акции собрали 100 мешков с мусором. Данная акция будет длиться два дня. Стоит сказать, что с начала года субботники, организованные Акиматом Казбекпийского района, составило 15 тысяч гектаров. В целом в организации каждого субботника было привлечено более 300 тысяч коллективов. С участием более 80 тысяч человек. Чиновники отмечают, что было ликвидировано 15 несанкционированных свалок. Посажено 3 тысячи деревьев и кустарников. Фариза Албаева, Жаслана Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В своей статье глава государства отметила особую значимость духовной составляющей общества, которая придает силу, веру, нерушимость и незыблемость. С новым государством. Предлагаемую президентом статью «Модернизация общественного сознания» полностью поддержали имамы Караганды. Мы считаем, что статья «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» вышла вовремя, потому что глава государства заботится о будущем нации, о будущем населения страны. Свою задачу по обеспечению духовного обновления общества мы видим в тесной связи нашей светлой религии с традициями предков. Межрелигиозная стабильность может быть только в стране с крепкими нравственными устоями. По сей день идет обсуждение перехода казахского алфавита на латиницу. По этому поводу руководитель движения «Олт-Тах-ДР» с рабочим визитом посетил Караганду. В Доме дружбы за округлым столом журналисты, преподаватели университетов и политики обсудили статью главы государства. Организатором встречи выступило Управление развития языков Карагандинской области. Один из проектов «100 новых лиц Казахстана» – это отражение жизни реальных людей из всех уголков нашей страны. «100 новых лиц» – это новые лица Казахстана. Руслан Нурбай заявил, что мы не должны зацикливаться на людях, которые уже известны, а искать неизвестных героев среди нас, которые занимаются благотворительностью и волонтерством. Мы много времени уделяем внешней политике, забываем про внутреннее положение. Статья главы государства вышла вовремя. Особенно хочу отметить проект «100 новых лиц». Нужно показать обществу реальные лица тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан. Смена алфавита – явление, которое коснется каждого жителя страны. Сейчас проводятся различные работы по переводу алфавита. На сегодня представлены 100 вариантов перевода. Ближе к ноябрю планируется выбрать один подходящий, более правильный вариант. Моя главная цель визита в Караганду – это встреча с местными преподавателями и акинами для обсуждения статьи президента. Эта встреча и мне даст многое. Очень важно обмениваться мнениями и опытом. Что касается перехода на латиницу, я сам являюсь членом группы по разработке алфавита. И уже ближе к ноябрю планируется одобрить один из вариантов. В ходе встречи также обсудили проблемы аномастики. Уже проводится работа по переименованию улиц в честь исторических личностей. Участники круглого стола обменивались мнениями по программной статье главы государства «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания». Фаризал Баева, Жара Гибаева, Жасулх Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Быть конкурентоспособным – значит быть образованным. С такой целью по поручению Акимата Карагандинской области провели трехдневный обучающий семинар для заместителей и руководителей городов, районов и сельских округов. Послушать лекцию собрались более 400 человек. Обеспечение участников программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением. Развитие массового предпринимательства. Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов. Именно по этим направлениям проходят обучающие лекции для заместителей Акимов городов, районов и сельских округов. Всего аудитории Карагандинского экономического университета за три дня посетят 406 чиновников. Каждый желающий для участия программы не только обращает в центры занятости, он может обратиться и к Акиму сельского округа, в управление образования, в организации образования. Поэтому наша задача сейчас в данном направлении обучить Акимов, в сельских округах, чтобы они получили конкретную информацию, какие механизмы в этой программе будут осмотреть. Если бы человек обратился, чтобы он не перенаправил в центр занятости, он мог на месте принять какие необходимые документы подсказать, составить список для передачи их в центр занятости населения. На семинаре заместитель директора аграрной кредитной корпорации ознакомила госслужащих с продуктами занятости массового предпринимательства. Теперь по новой программе кредитование производится и в городской местности. Также увеличена сумма микрокредитования. Если раньше максимум ограничивался тремя миллионами тенге, то сейчас 18 миллионов тенге. А срок погашения увеличен с пяти до семи лет. У нас есть кредитные товарищества на селе, низкая процентная ставка, это 6%, и также у нас присутствует гарантия Каза Агрогоранта. Если же будет обеспечения недостаточно, то в этом случае мы предоставляем гарантию Каза Агрогоранта. Также у нас на местах, в районах есть 11 кредитных товариществ, которые занимаются успешным кредитованием по этой программе. И по этой программе нам выделено миллиард 470 тысяч тенге на эту программу, из которых мы уже 400 миллионов освоили. В целях обмена опытом участников организована диалоговая площадка. По итогам семинара участники получат сертификаты. Андрей Тенажар Гибаев, Асламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. 3 июля на автодороге Караганда-Каркар-Каралинск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 21-летний водитель автомашины Ниссан Премьера скончался на месте, а его 23-летний пассажир умер при госпитализации. В машине был еще один пассажир, который срочно был доставлен в центральную больницу поселка Ботагара. По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с рулевым управлением и совершил лобовое столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Ниссан Премьера от полученных травм скончался на месте, а его 23-летний пассажир скончался при госпитализации. А также второй пассажир с различными травмами госпитализирован в центральную больницу поселка Ботагара. По данным дорожно-транспортного происшествия проводится судебное расследование по ст. 345 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Астан. Автономные сигнализации для охранения гражданского оружия будут привязаны к мобильному телефону владельца или охранной структуры. Об этом в областном департаменте внутренних дел сообщили на специальном брифинге. Новое постановление вступит в силу с 1 августа. Ранее в целях усиления контроля над оборотом гражданского оружия предусмотрена установка сигнализации в сейфах и шкафах. В связи с тем, что в 2016 году в результате квартирных краш в Карагандинской области было похищено 22 единицы гражданского оружия, принято новое постановление. Теперь систему охраны нужно будет установить в самом помещении, где хранится оружие, и привязать сигнализацию к мобильному телефону владельца или охранного агентства. Условия установки сигнализации, они остаются прежними. То есть можно было сигнализацию установить как в квартире и в доме, где он живет, или, например, в помещении, где находится сейф или шкаф, или конкретно прям сейф или шкаф, без разницы. То есть эти требования остались. Единственное требование, которое дополнительно прошло, это установка, то есть выводом сигнала на сотовый телефон владельца или членов его семьи. Поэтому мы эту работу сейчас начали по согласному указанию Министерства внутренних дел. До 1 августа все владельцы личного оружия должны поменять сигнализацию, установить ту, которая необходима. За нарушение правил хранения оружия предусмотрено административное наказание в виде штрафа 10-ти месячных расчетных показателей. Также стоит отметить, вышеуказанное постановление будет действовать только для жителей городов. Сельчан нововведение не коснется. Фариза Албаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Артист цирка Дюсалей Александр Юдинцев приехал в свой родной город Караганду, чтобы поставить новый сольный номер «Колесо Сира». Артист выступает на протяжении 10 лет в самом легендарном цирковом шоу мира. Все свои номера он выполняет без страховки. Об интересных моментах своей профессии и о новом номере Александр рассказал нам в процессе тренировок. Александр Юдинцев, артист знаменитого на весь мир циркового шоу Дюсалей, сейчас приехал в родную Караганду, чтобы поставить новый сольный номер. Каждый день артист часами тренируется в родном зале, где и началась его карьера. Идея сольного номера пришла давно, но для воплощения не хватало времени, а самое главное – вдохновение. Вот поэтому Александр и приехал в родной город, чтобы набраться сил и того самого вдохновения. «Хочу сделать свой номер, чтобы быть одному на сцене, а не в команде, чтобы менее травмоопасно было. Акробатика занимает много сил и энергии». Новый номер называется «Колесо Сира». Ничего сложного, набраться терпения и ежедневно тренироваться. Так говорит Александр. С детства Александр был активным, поэтому родители решили его отдать на кружок акробатики. Посещал тренировки он с шести лет, уделяя им все свое свободное время. Закончив школу, поступил в Карагандинский государственный университет, на физкультурный факультет. Уже в студенческие годы стал мастером спорта. Неоднократно участвовал на чемпионатах мира и на протяжении восьми лет входил в сборную Казахстана. Он никогда не задумывался о большой арене и головокружительной карьере, но узнав о цирковом шоу, отправил свое видео. И уже совсем скоро получил неожиданное приглашение на стажировку в Канаду. Дали контракт, ну и все, поехали в тур. В тур с Шапито, то есть с большим цирковым тентом. Вот 23 страны объехали уже с циркой. Сейчас, да. Первая страна со Штатами. Соединенные Штаты. Ну, а что это первая еще? Ну, интересно, ну, ощущение от Штатов. Ну, я ездил много раз на соревнования, то есть за границей приходилось бывать. Культурного шока не было. Именно от цирка, ну, цирка – это далеко не спорт. Во-первых, сцена, это не соревнования. Ну, потихоньку привыкал. Сейчас я сегодня представляю без сцены. Четыре месяца стажировки и упорного труда. И вот он на заветной арене перед тысячной публикой. За 10 лет работы карагандинец покорил зрителей Европы, США, Азии и многих других стран мира. На арене выступают, демонстрируя акробатические трюки и чудеса жонглирования. У Александра уже есть свой сольный номер «Дьявола», который неизменно вызывал бурю оваций во всем мире. Цирк Дюсалей славится яркими представлениями и захватывающими номерами. За всю историю сюда попадали только пять казахстанцев и Александр в их числе. Асель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В настоящее время проблемы с позвоночником являются актуальными для многих карагандинцев. Гипертония, остеохондроз, артрит, инсульты и невыносимые головные боли. По мнению специалистов, эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием «Атлант». Но сегодня проблема решаема. Центр здорового позвоночника «Атлант» помогает людям избавиться от недугов без оперативного вмешательства. Четверть века назад европейские ученые доказали, что у 98% людей первый шейный позвонок, который называется «Атлант», смещен относительно затылочной кости черепа. Такое смещение «Атланта» становится причиной заболевания позвоночника. Дефект сопровождается многолетней болью и дискомфортом, а также нарушением работы внутренних органов. Главный симптом – это сильные головные боли, поскольку из-за смещения пережимаются сосуды, снабжающие кровью головной мозг. Ну, беспокоило головные боли, давление, головокружение. Меня заносило туда голову подниму, туда принесло, сюда, сюда. Я не могла голову поднимать, меня заносило везде. Ну, я не знаю, что такое. У меня до этого было, я пришла с тем, что у меня были головные боли по типу мигрени, головокружение, они менее были сильные, больше левой стороны, они менее ног и судороги, еще у меня сколиоз. Я пришла с очень сильной головной болью, очень частой. Также я вообще не могла поворачивать голову, у меня была проблема именно в левую сторону, я вообще не могла ни наклонять, ни поворачивать. Вот это вот две основные проблемы мои были. Наиболее частые причины смещения Атланта – это акушерская травма при родах и кесарево сечении. Вот лишь небольшой список болезней, которые появляются у людей. Это остеохондроз, ухудшение зрения, артрит, разная длина ног, онемение конечностей, головные боли и мигрени, протрузии и грыжа позвоночника, сколиоз, инсульты и гипертония. В медицинском центре Атлант существует специальная профилактическая программа. Она позволяет определить и устранить или же уменьшить смещение позвонка Атланта при помощи безопасной эффективной методики. Если у вас есть нарушение осанки, головная боль, боли в шее, боли в пояснице, онемение в руках, беспокоить шаткость при ходьбе, любые неврологические симптомы, то добро пожаловать к нам. Мы проведем вам диагностику, соответственно, если есть причина, устраним ее. После процедуры необходим контрольный прием, который проводится не ранее, чем через месяц. Обычно пациенты отмечают улучшение качества жизни. После того, как я пошла в процедуру, головные боли по типу иммигрени у меня прошли сразу. Что касается анемии, я вообще не чувствую, судороги прошли. Раньше я еще сутулила, сейчас я вот более такая прямо начала ходить, замещаюсь с собой уже, что я не контролирую, а уже сама хожу прямо. Головные боли как бы прошли. Головокружение, что я когда ходила, меня качало. Сейчас я забыла про это, даже вот мне сейчас высказали, я вспомнила, что это было. Вот один раз прошла, первый раз, меня не стало заместить. Я иду спокойно, я голову кручу, я иду прямо, у меня пьяная голова. Поворачивать голову сразу стало легче. То есть буквально через минуту, как прошла процедура, Патима Атмурадовна поворачивает мне голову и она поворачивается. Это было очень приятно, скажем так, очень долгое время не могла отутся вдруг. И головные боли очень уменьшились. Все желающие могут обратиться по адресу улица Ерубаева, 58, кабинет 4. Или же записаться по телефону 8 708 43 65 300 365 300. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42 06 49. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин